МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Анатолий Иванович. Здравствуйте. Давайте начнем сначала. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли к тому, чтобы стать депутатом в вашем депутатском опыте. Тут много-то говорить нечего. Было время, когда необходимо было идти в депутаты, чтобы помочь здравоохранению, оснаститься, выстроиться, когда еще полномочия были. И когда это все началось? Да, это уже давно, около 15 лет назад. Около 15 лет назад. А до этого чем вы занимались? До этого я занимался хирургией. Хирургией, да? И почему такой выбор профессии? Это от родителей? Или вы сами мечтали в детстве стать врачом? Нет, это не от родителей. Так получилось, что необходимо было идти в институт. Я пошел, выучился и стал врачом. Ну, сейчас вы довольны тем, что имеете? Да, это моя профессия, это моя жизнь. Я всю жизнь работаю хирургом. Понятно. Ну, если вернуться все-таки к депутатской деятельности, да? Скажите, вот когда вы только пришли в депутатскую деятельность, с какими основными проблемами вы столкнулись, может быть, для себя самого? Для себя никаких проблем я не столкнулся. Проблема времени только заседаний. Ну, и оно находилось время. А так, это было интересное время, когда был не только район, но и было подразделение на город, на поселение. Понимаете, и достаточно проблемно было работать. Ну, и интересно, с другой стороны, все это выстраивать. Нормативно-правовые документы, ну и прочее, прочее, прочее. А вот сейчас вам, в вашем видении, находится второй округ, да? Да, второй. Это практически самый центр города. Скажите, вот какие основные проблемы возникают в этом округе? И вообще отличаются ли они от других? Ну, ничем они ни от кого не отличаются. Проблемы одни и те же. Это, конечно, тарифы, это парковочные места, это тротуары. Тарифы, это масса таких обычных, все это рядовых для жителей ситуаций. Ну, какие-то наболевшие, может быть, есть, с которыми приходится? Нет, таких прямо наболевших вопросов, по которым необходимо срочные меры принимать, нет. Все в плановом порядке, текущем. Все текущие, да? Да. А какие вообще проблемы, по-вашему, решены уже, как пройденный этап? То есть вот стремились, стремились, стремились и решили? Ну, я считаю, что очень много сделано со спортивными и детскими площадками. Практически в каждом дворе есть и спортивные, и детские. Это была, есть целая программа. И в каждом дворе, если зайти, то радует глаз, что есть спортивные сооружения. И детям есть где заниматься и позаниматься спортом, и песочницы всякие. А вот со здравоохранением как дела обстоят? Какие здесь могут быть? Ну, к здравоохранению, к сожалению, мы никакого уже отношения не имеем сейчас. Все полномочия переданы в область. Но не лучшие времена переживает здравоохранение. Бывали и похуже времена, но ничего хорошего пока не вижу. Ну, а что, на ваш взгляд, самое такое основное? Это отсутствие кадров? Нет, не отсутствие кадров, а отсутствие финансирования. Отсутствие финансирования? Да, это основная проблема всего здравоохранения. Ну, не полное отсутствие, конечно, но недостаточное финансирование. С зарплатами, да, вот и наш, конечно, губернатор, да, совместно с областными депутатами, они стараются повысить оклады и санитаркам, и сестрам, и врачам. И как бы на глазах улучшается благосостояние медработников. Но это же не значит, что все хорошо стало, если зарплаты повысились. Масса нюансов таких бюрократических нюансов очень много. Ну, и, конечно, снабжение медикаментами, расходами, материалами, аппаратурой. Хотя область нам помогает в этом. Благодарность большая Игорю Валерьевичу Кахану, Дмитрию Валентиновичу Дениску. Они здорово помогают району с оборудованием и с машинами помогают, с закупкой. А вот скажите, наказы были, да, какие-то от жителей Даны? Когда мы ходили по дворам, при сборной компании, мы давали обещания. Даже за год мы где-то процентов на 70 все эти обещания выполнили. Там много было обещаний, но мы выполнили. Мы всегда выполняем, за свои слова мы отвечаем, мы выполняем то, что обещаем. А что осталось делать, что не успели исполнить? Ну, я не могу так вам сказать. У нас есть у наших помощников все списки, всех там же много разных пожеланий от разных групп населения. И мы по этому списку работаем, прорабатываем. Вообще, активные жители нашего округа, часто ли они к вам обращаются? Ну, жители всегда были активные, они достаточно часто обращаются. Ко мне-то в основном, я же сфера здравоохранения, по здравоохранению обращения идут. А с чем обращаются? И мои коллеги ко мне принимают. По здравоохранению? Масса. Сейчас же, я же говорю, что не лучшие времена переживают здравоохранение. Даже с той же госпитализацией, с обследованием, лечением, диагностикой, кому-то, кому, что, как компьютер, сделать ЕМРТ. Ну, разные вопросы. Но вы так не вспомните, на вскидку, последний раз, чем обращались, какая была проблема? Ко мне по 100 человек в день обращались. По 100 человек в день? Интересно. Ну, это разные, да, абсолютно с разными вопросами. А как к вам можно обратиться? Можно лично? По телефону и лично, и часы приема. Ну, я обычно принимаю всех, вне зависимости от часов приема там своих. Ко мне приходят со всего округа. То есть в любой день недели? Ну, да, да я еще и принимаю, как главный хирург округа в поликлинике, ко мне присылает. У нас достаточно демократично и доступно все. Понятно. Скажите, а вот уже год, как мы живем не в Люберецком районе, а в городском округе Люберцы. Вот на ваш взгляд, что изменилось и стало ли лучше, хуже? Может быть, сложнее стало управлять? Ведь территория стала больше, а значит, и проблем больше. Централизация всегда приводила к более правильному расходованию средств, к более выстроенной структуре администрирования. Ну, конечно, когда идет объединение, естественно, оно какое-то претерпевает какие-то недоразумения, есть какие-то там, да, трения. Это всегда было, есть и будет. Но я думаю, что со временем это все образумится. И, конечно, я сторонник округа, и слава богу, что произошло объединение. А какие сейчас вопросы стоят на повестке Совета депутатов? Ну, естественно, это же вновь сформированная административная единица, значит, должна нормативно-правовая база вся обновляться, понимаете. И сейчас вот должны ликвидации произойти, да, всех бюджетов поселений, перейти в один. Это же очень большая работа как поселений, так и нас, администрации, Совет депутатов и моей комиссии. То есть это основное, да? Конечно. А тогда вот вам вопрос как к председателю комиссии по вопросам бюджета, экономической и финансовой политики, экономики, муниципальной собственности. Вот чем занимается вообще эта комиссия? Ну, вот все, что вы назвали, всем этим и занимается. Но основа – это бюджет, конечно. Бюджет. Основная, наконец, позиция – это бюджет. И все статьи расхода, статьи дохода – это бюджет. Конечно, это самый главный документ. А в каком сейчас состоянии находится бюджет? Бюджет около 10 миллиардов. Сейчас дотация, естественно, из области около 5,5 миллиардов. В таком вот состоянии – это на весь округ. Какие основные вот сейчас статьи расходов? Статьи расходов. Ну, а, конечно, образование, детские сады – это около 5,5 миллиардов идет. Но эти деньги поступают из области. Ну, естественно, благоустройство было, есть и будет одно из основных. ЖКХ – это тоже одна из основных статьи расхода. Вот это самые основные, конечно, направления. А здравоохранение как же? Здравоохранение, я же сказал, это не компетенция округа, это компетенция области. То есть закупать какое-то оборудование? Ничего не имеет права бюджет выделить ни копейки средств ни на оборудование, никуда. Ни на медикаменты, никуда. Это противозаконно. Ну, я так понимаю, что с этим и связано, да? То, что вот в больницах, может быть, не хватает какого-то оборудования. Нет, это не с этим связано. Абсолютно не с этим. До области какие-то? Не, абсолютно не с этим. Области и администрации, и депутаты пытаются, да, все это и оборудование, и это все закупается. Но не в этом даже дело. А дело в том, что это вот двойная система, да, финансирование через страховую медицину, да, по законченному случаю. Вот сейчас перешли на новую оплату. То есть, ну, как бы популярно объяснить, коммерциализация такая. Ну, то есть, больной вылечен, за него платится какая-то сумма денег. Но она настолько мизерна, эта сумма денег, которая платится за больного, что этих денег не хватает на медикаменты. И на зарплату хватает, на медикаменты не очень хватает. То есть, уменьшена балла, стоимость балла. И пациента там пролечишь. А если современные технологии применять, вы меня извините, вот грыжу, да, лапароскопически через проколы сделать надо. Это надо расходников только на 70 тысяч. На 70 тысяч. Да, да. Это только расходных материалов. Я уже не говорю о пребывании, о лекарствах. Вот. Это расходные материалы, а не импортного производства. А оплата за этот случай 30 тысяч. Понимаете, это очень такая проблема, серьезная. Поэтому у нас высокие технологии, они не могут даже развиваться в такой достаточной мере. Они очень денежноемкие, а оплата идет не на достаточном уровне. То есть, это болезнь не только области. Область еще, слава богу, в таком положении. А если взять более отдаленные регионы, там совсем беда. Но как-то с этим возможно бороться? Я не знаю, вот посредством, может быть, изменения законодательные как раз базы, нет? Естественно, это должны заниматься федеральные администрации, министры, прорабатывать. Ведь, ну, как бы, до них же доходит информация, что все печально в здравоохранении. Платное здравоохранение, это же достаточно тоже очень дорого. И не каждый человек может себе позволить платно даже те же анализы сделать. Они приходят, некоторые пациенты делают к операции плановое обследование. Но оно стоит, извините, до 10 тысяч. Но не каждый человек может себе только обследование позволить, если в частном секторе делать. Поэтому тут эта беда есть определенная, да. В Советском Союзе здравоохранения было лучше. Может быть, как-то опыт перенять? Какой опыт? Наш опыт берут другие государства советского здравоохранения, понимаете? И участковый принцип диспансеризации. А мы от этого почему-то отходим в какую-то коммерциализацию. Если сейчас поговорить об уборке территории, ведь очень грязно на улице и не очень хорошо убирается территория. Вот как вы можете это прокомментировать? Ну, я бы не сказал, что совсем плохо. Нет, неплохо. Я видел гораздо хуже. Конечно, безусловно. Но, к сожалению, да, эта зима достаточно снежная. Вы же видите, что творится. Некоторые, если посмотреть телевизор, да, то и западные страны все в снегу и в растерянности. Да, у них-то там более, как бы, считается развита все это, да, уборочная техника там, да. Но на самом деле, как бы, мы живем в таких климатических условиях, что нам каждый раз приходится бороться со стихиями, с бедствиями, со снегопадом. И, конечно, хотелось бы лучше. Естественно, хотелось бы, чтобы прямо вот только выпал снег, и тут же убрали. Только облинили дело, и тут же, да, насыпали там песчано-солевые смеси, чтобы это все устранить. Ну, реальность такова, что, конечно, не успевает служба все это сделать сразу. Ну, каких-то проблем здесь особых нет, я так понимаю. Нет, ну, проблемы, конечно, есть. Есть. Ну, это же сложности определенные. Я еще раз говорю, округ образовался, все это потихонечку, да, выстраивается. Ведь, ну, это же время надо, чтобы все функционировало достаточно серьезно. Администрация, она прекрасная, да, она знает свое дело. Поэтому, я думаю, выстроится и уборки, и это все будет потихонечку. Ведь мы же видим изменения положительные за эти годы, правильно? Да. Это кто? Я вот когда встречался с избирателями, тоже приходил в 10-й школе, я бы сказал, вот если сравнить с 90-ми годами и сейчас, то ведь разница ощутимая, да, ощутимая. Просто мы уже забыли, как было там. А хочется еще лучше, да? Еще лучше. Ну, это как бы нормальное явление, ничего, хочется всегда лучшего. Ну, хочется, значит, будет, да? Да. А как обстоят дела в округе со сносом ветхих домов и переселением жителей? Ну, я считаю, что неплохо. На поселке Калимина разговор идет об этих домах, вот, да, а так-то у нас в округе, да, дома достаточно современные. Это вот на предыдущем, где я был депутатом, да, там 35Ж вот расселялся, сейчас 35А там и на той стороне. Сейчас с ветхим фондом, к счастью, да, начались положительные сдвиги, сносятся, переселяются люди, причем люди переселяются в своем районе, не куда-то там на улицу. Ну, они же привыкли здесь жить, да, здесь и как-то все родное, да, и как переехать там куда-то в другое место, не каждый их хотел бы. А вот ремонт домов многоэтажных, да, многоквартирных домов проводится? Да, это деньги, конечно, и выделяются, и на помещения, которые к муниципалитету относятся. Более того, вот сейчас по программе области, многоквартирные дома, там идут дотации из области на ремонт, на подъезды. Вот у нас только на округе около 300 подъездов отремонтировано, понимаете, а по городу и того больше очень много. А что отремонтировано, вот что в подъездах? Ну, а как полностью делается ремонт, убирается вот это, вы же знаете, что многие дома там настолько там все обрисовано, там штукатурка падает, все это делается, ремонтируется, убирается. Лифты входят в это? Нет, лифты, это отдельная тема, которые, да, на лифты, это отдельно выделяются средства, и выделялись, и боролись мы за то, чтобы менялись, это отдельная тема. А капитальный ремонт домов проводится? Конечно, проводится. И как все это происходит? Ну, это же область, как бы вы понимаете, капитальный ремонт, это же деньги, каждый взносит на капитальный ремонт, они уходят в область, из области по разнарядке приходят и ремонтируются, опять-таки, это полномочия область передали. Некоторые возникают нюансы, мы выезжали на эти ситуации, что вроде должны ремонтировать, не ремонтируются, потом добивались, что ремонтируются. Это что должно? Это управляющая компания, ведь идет конкурс, выбирается компания, которая будет ремонтировать, и они не всегда такие, да, порядочные и добросовестные, по-разному же бывает, это же людской фактор, никто этого не отменял. А вот что касается благоустройства, да, это основная такая история, что сделано в округе за год? Ну, это много что сделано. Ну, например. Ну, я скажу, что даже вот ямочный ремонт только где-то на 6 тысяч метров квадратных сделан, тротуары, тротуары тоже где-то 5 тысяч метров квадратных, дорожки 2 тысячи метров квадратных, понимаете, этих ограждений очень много обращались, там около 5 километров тоже ограждений сделаны. Представьте, около 5 километров ограждений, там газоны, там, да, клумбы. То есть это достаточно серьезная работа идет. И она планируется, чтобы продолжить? Она будет продолжаться, понимаете, да, на благо, я еще раз говорю, на, это одна из статьи таких больших расходов, чтобы жители наши могли жить в хороших условиях. А вот я знаю, что в поселке Калинино сейчас строится детский сад, и депутатский корпус держит на контроле этот вопрос? Ну, он уже построен, детский сад, вы видели же, да, и остается его сдать в эксплуатацию, и я надеюсь, что в ближайшем будущем... То есть совсем немного все, да? Да, я надеюсь, в ближайшем будущем это будет завершено, и дети пойдут в этот новенький детский сад. А в ближайшем будущем это когда? Ну, я думаю, в течение года это решет этот вопрос. В течение года уже он будет... Я думаю, да, уже будет функционировать. А какие-то там были проблемы с чем-то, или вот там все гладко все шло? Ну, а какие проблемы могут быть, когда заинтересована администрация, когда заинтересованы депутаты и жители? Какие могут быть проблемы? Ну, мало. Всем надо. Всем надо. Никто же не будет ходить, и жалуется, что мне детский сад будет здесь мешать, правильно? Да. Хотя такие случаи тоже бывают, но в этом случае не было. А вот скажите, вы как медик, да, вы столько лет проработали. Как вы оцениваете уровень медицины? Вот за последнее время он изменился в округе? А уровень медицины по всей стране изменился. Вот как я пришел, начинал работать, и сейчас. Конечно, уровень он совершенно другой. Технологии, я еще раз говорю, ведь что такое, да, уровень здравоохранения? Это уровень технологий. Ну, и уровень подготовки персонала, нет? Кадров. Персонал подготовится, это не проблема. Проблема в технике, да. Есть у тебя техника для видеолапароскопии, так ты будешь ей заниматься. А если человек не умеет на этой технике работать? Научится. Будь ты дестипядий во лбу, если у тебя техники нет, ничего ты не будешь делать. Понимаете, есть у тебя ультразвуковой аппарат хороший, пожалуйста, ты будешь делать. Есть у тебя расходники для этого, а они стоят дорого, понимаете. Вот чтобы под ультразвуком, не разрезая большой, через маленький разрез дренажик поставить. Один дренажик стоит, он американский хороший дренажик. Наши дешевле, но они настолько материал некачественный, что приходится покупать американский. Американский, значит, он стоит один катетер, вот просто трубочка, да, 7-8 тысяч. А опять-таки я про оплату. А оплата какая за это? За проведенное лечение, понимаете, расходов очень много. Если ты хочешь, чтобы было высокотехнологичное, хорошее медицинское обслуживание, значит, должны быть вливания финансовые в технологии и в расходники. Тогда это можно делать. А если этого нет, ну как ты можешь? Ты не можешь этого сделать. Конечно, людской фактор тоже немаловажно. Потому что есть фанаты своего дела, которые могут какую-то проблему решать. Есть определенные ситуации, которые не каждый врач может решить и выучиться даже, хотя он хочет. Допустим, вот, ну по-простому скажу, да, вот при желтухах надо зайти вот гастроскопом туда, найти сосочек, сделать снимки. Ну вот эту вот процедуру делают единицы эндоскопистов. Почему? Единицы. Потому что это очень сложно. Не умеют? Научиться очень даже сложно. Не то, что не умеют. Потому что за обучение нужно платить деньги или потому что сам человек? Это очень сложно сделать даже на технике. С этим, с этим, понимаете, владеют, ну, очень ограниченное количество людей, которые... Потому что этому надо посвятить всю свою жизнь. Вот у нас есть человек, да, потому что мы, слава богу, филиал Моники, да, у меня хирургия. И из Моники, у нас в Монике есть Георгий Ливанович Счелашвили, который эту методику великолепно освоил. И он только этим занимается всю жизнь. Вот я хирургией занимаюсь, мы с ним одновременно начали. А он всю жизнь занимается только вот этим. Вот поэтому он им владеет. А если бы он занимался еще чем-то там, он бы этим... То есть нужно посвятить себя этому вопросу. И в такой степени он владел бы и мог бы это делать. Вот это тоже есть такой момент, но это редкие операции, которые требуют вот такого энтузиаста. А вот с кадрами, как обстоят дела, хватает ли врачей вот в ЛРБ номер 2, например? Вы знаете, врачей хватает. И среднего сейчас медперсонала, и младшего хватает. Слава богу, да, губернатор, там, депутаты областные повысили оклады, зарплаты повысились, народ пошел, из Москвы стали переходить. Но современное обучение желает лучшего. А, качество образования? Ну, не только качество. У нас у людей изменился менталитет. Вот по сравнению с менталитетом Советского Союза, я могу сравнивать, да, вот сейчас. Вот у меня пришло, ну, несколько человек молодых, я хотел их взять и научить, оперировать. Они не хотят. Почему? А очень просто. Каждый приходит и говорит, скажите, пожалуйста, какой у меня будет оклад. Я говорю, такой оклад. А какие мои обязанности? Такие. А перспективные роста? Я говорю, ну, да растешь до моего заведования, будешь, как я заведующий. Ну, это не очень плохой подход к делу, мне кажется. Каждый человек хочет знать. Ну, следующий вопрос. Ответственность. И тут, когда ты начинаешь рассказывать про ответственность и про то, что надо делать и за что ты будешь отвечать, он говорит, а мне извините, это не надо. Ему не надо, потому что платят мало или потому что он вообще боится ответственности? Нет, потому что ответственность, понимаете, мне, чтобы научить хирурга, чтобы он на себя брал ответственность, 5 лет надо. Он через 5 лет только может взять на себя ответственность, оперировать в экстренной ситуации человека или нет. Понимаете, это надо, и это он еще должен хотеть этого. А если приходят люди, которые считают только зарплату и не хотят оперировать... Ну, это тогда не врачи, это куда-нибудь в менеджмент можно пойти. Но если врач, конечно, это другой вопрос. Это вам так кажется. А они рассуждают совсем по-другому сейчас рассуждают. Сейчас люди совсем по-другому рассуждают. Мне кажется, когда человек принимает решение стать врачом, пойти в медицинский, ведь он должен понимать, что это... Вот я вам скажу, к сожалению, вот эта вот практика жалоб, да, там вот доброделы, вот это вот, да, пожалуйста, всех там, ведь, к сожалению, она привела к негативным последствиям, вместо положительного она привела к негативным... Все жаловаться пошли сразу? Да, и мало того, что жаловаться, судебная практика большая стала. Вот я прочитал в интернете, что за год только около 6 тысяч дел заведено на врачей. И 1800 где-то дошло до суда в России. Ну вот, а врачей-то всего 200 тысяч. Ну вот и представьте себе эту ситуацию. И после этого каждый врач уже... У меня только один хирург был уже на суде, и второй, вот на второй разбираем жалобы. А если они уйдут, вот эти два хирурга, а кто будет? Я не буду их в обязанности, я не смогу физически выполнять. Мой зам тоже не сможет физически, а молодые не хотят. Вот, понимаете... Проблема, Анатолий Иванович, спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам большое. Но я напоминаю, что это был открытый диалог с Анатолием Ивановичем Ухановым, депутатом Совета депутатов городского округа Люберцы. Меня зовут Мария Лапчева, смотрите нас в эфире, всего доброго.